Всем привет! Меня зовут Егор Тверетинов, я уже за рулем. Мы отправляемся по городским улицам. Сейчас страшно было. Трактор тоже пытается отправиться по городским улицам. Это программа «Эк дороги». Прямо сейчас расскажем, где что не почищено, не вывезено, не убрано. В общем, где что-то неправильно, вам обязательно расскажем. Так что смотрите, будет интересно. Погнали! Крупская 89А. Вряд ли здесь можно сказать «добро пожаловать», потому что пожаловать сюда достаточно непросто. Даже вот, как видите, на полноприводном автомобиле. Вот в таком состоянии здесь находится дорога. Видите, детям приходится на лыжах, беднягам, передвигаться, потому что не очень удобно. И вот все это вот в таком вот виде. А как говорят местные жители, остаются вот так вот здесь всю зиму. И опять же, по словам местных жителей, ни разу никто ничего не чистил. Ну, для того, чтобы описать всю ситуацию здесь, особо далеко не уходить не нужно. Ну, вы видите, да? Прощаю ваше внимание, здесь вот находится садик один. А вот за этими домами садик еще один. Соответственно, здесь ходят, ну, логично, что здесь ходят мамаши с колясками, ну и папаши. Здесь без коляски-то не очень комфортно пройти. Более того, здесь на машине не очень комфортно проезжать. А если ты идешь пешочком с коляской, ну или с санками, то это прямо квест. Квест, который требует определенной ловкости, чтобы его пройти. Как видите, развернуться здесь особо возможности нет, поэтому пробираемся задним ходом. Делаем это не очень комфортно, надо сказать. Ну вот, обращаем внимание, чищено, чищено, чищено. И уже все. И вот уже внезапно не чищено. Почему так? Непонятно. Сейчас мы где-то остановимся и здесь же прогуляемся. Это дорога, бульвар Гагарина, вдоль зверя и репестного училища. Опять же, ситуация ровно точно такая же. Почему-то у жилых домов почищено, потом образуется внезапная граница, и дальше уже возле административных и учебных зданий не почищено. Вот в таком состоянии здесь все находится. Давайте мы отойдем, пропустим автомобиль. Потому что разъехаться здесь фактически двум машинам невозможно. Вот обратите внимание, вот тот белый автомобиль остановился пропускать заранее. Для того, чтобы разъехаться на этой машине, нужно уступить друг другу дорогу аж за несколько кварталов. Мы уже сказали, что это учебные заведения. Вот обратите внимание, такой вот ровной колонной здесь припаркованный автомобиль. А теперь давайте посмотрим, что творится здесь внизу. Это угольный лед. Да к чему действительно скользко? К тому, что если внезапно между этих автомобилей выйдет человек, которого водитель движущегося автомобиля не увидит, то уж поверьте мне, для того, чтобы 40 км в час остановиться на льду, потребуется минимум метров 30. То есть никакой, ни обо какой экстренной остановке здесь речи быть не может. Потому что вот. Потому что вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, на сегодня это все. Вот в таких непростых дорожных условиях мы завершаем сегодняшнюю программу «Эх, дороги». Я напоминаю, уважайте друг друга на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и ни в коем случае не гоняйте. Ну и пусть у вас у всех все будет хорошо. И обязательно смотрите ренту. Ну, вы помните. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова